Привет всем! С вами ваша Тельба Батерфляй. У меня новая коробочка, вернее покупка, о которой я хочу рассказать. Вот она. Сейчас будем вместе с вами ее распаковывать. Нашей любимой пилочкой из мяса. Производство Советского Союза. Ну вот. Заветный момент наступает. Здесь еще сиреневая. Среди сиреневая тема. Вот. Процесс доставания у каждого парфманьяка доставляет радость. Так, сейчас, подождите. Я сяду нормально. Так. Кто-то из парфманьяков сказал, вернее даже не из парфманьяков, а из моих друзей в Торонто, парфманьяков, что самый главный момент, открытие коробочки и первого пшика. Буаля. Что мне доставляет удовольствие, действительно, вытащить бутылочку, посмотреть ее на свет, поиграть с ней, позабавляться, так сказать. И уже не знаю, как она будет пахнуть, но всегда хочется надеяться на хорошее. Смотрите, какие, ау, я только сейчас обнаружила, какие-то бриллианты сиреневого цвета. Все так классно, все так по-версачевски. Да, кстати, Версачи я еще люблю. Вот Армани я люблю из дизайнеров и Версачи. Особенно Джанни Версачи, да, которого застрелил любовник или там тот, кто его ревновал. Ну что ж, приступим к делу. Так. Как прелестно. Я еще не смотрела ноты, только приготовилась. Буду сейчас с вами разнюхивать. Я слышу какой-то не то какао, не то шоколадку, а завернутую в сирень. Ну, сейчас посмотрим. Значит, цветочно-древесно-мускусные аккорды. Сладкий, фруктовый, розовый, древесный, мускусный. Был создан в 2000 году. Верхние ноты жасмин, бергамот, роза. Средние ноты слива, малина, белый кедр и лотос. Базовые ноты амбра, мускус. Он такой, как мне показалось, какой-то копченый, что ли. Копченая слива с намеком сирени и с намеком какао. Розу я пока не чувствую. Я-то думала, что он будет какой-то совсем-совсем размытый свежачок. Но такой очень странный запах. Это же время притягивающий. Я его взяла, вот думаю, просто для коллекции. Потому что я редко, когда покупаю Versace. Но уж если я что-то вижу по хорошей цене, я обязательно его возьму. Не было еще случая, чтобы хотя бы один Bright Crystal был на распродаже. Не было еще случая, чтобы вот этот Versace был в желтеньком. Тоже как Bright Crystal, только желтенький. Я забыла, как он называется. А этот иногда, так сказать, выкидывают. Ну, что я скажу? Я, знаете, я даже, наверное, нанесу на себя, потому что я хочу почувствовать, как он будет играть в течение моего разговора. Так классно распыляется. И вот этот вот фиолетовый кристалл, это что-то с чем-то. Это аромат, как бы, для девочки-припевочки. Если он был выпущен в 2000 году. Кстати, парфюмер Кристин Нейджел, которой очень много что она создала. И, с одной стороны, в духе того времени, да. С другой стороны, я его могу порекомендовать любой девчонке, начиная со 17 и выше. А может быть, даже и подростку, потому что он не такой дорогой, он, как бы, считается вообще бюджетный, если на распродаже. Он ни к чему не обязывающий, летний, вот, кстати, даже не, можно сказать, не летний, а весенний. Всё-таки ещё даже его можно отнести к капеле, прежде чем относить его к майским, там, или апрельским. Он ещё поживёт вот в марте. Кстати, в марте ему вот хорошо в таком климате будет, особенно здесь, в Торонто. Так, ну что ж, малина. Чуть-чуть чувствую сливу здесь, кстати, и малину. Но всё вот в такой маленькой-маленькой дозе, что аж странно. У меня, кстати, есть Версачи в зелёненькой коробочке, я совсем забыла про него, пока сейчас смотрела, вспомнила. Вот читаю комментарий от Натали, 888 и 8. Для меня так пахнут в двухтысячные. Глянцевые журналы, красивые модели, одеты с иколочки. Женская загадочность. Аромат совсем не так прост. По сравнению с тем, с тем же Чарути. Кстати, подождите. А у меня же есть Чарути, кстати. Как на грех оказался здесь. Вот я вам клянусь, я не готовила его специально для этого репортажа, а у кого-то совпало. О, вру. У неё, она, значит, сравнивает это с Чарути 1881, который я тоже знаю, но у меня его нет сейчас. А этот я вам потом сделаю отдельное видео. Это отдельная история. Шлейф чудесный. Стойкость. Тоже. Никогда не делаю больше трёх распылений. Слышу весь день на волосах. Домать я. Красив в любой сезон. Вот ещё. Первый из Версачи. Первый пшик. Но таков. Ничего особенного. Показалось. Пахнет чем-то из масс-маркета. Пахнет так, как пахло в 2000-х. Пахли все девушки и женщины. Ну, не сказать. В 2000-х одни женщины пахли одним, другие женщины пахли другим. Уже началась вот эта вот массовая тема новых парфюмов. Появилось столько брендов, которые копировали крутые бренды. Появилось столько нового всяких там фланкеров. Вот, кстати, фланкеры начали входить в моду в 2000-е. До этого как-то вот все скромничали. Вот я лично бы одела такой аромат с каким-то лёгким шарфиком. Таким газовым платочком, шарфиком. Что-то такое шёлковое, может быть, тоже. И сверху такой мягкий-мягкий кардиганчик. И всё вот это тебя так обволакивает. И надела там вот такие вот серёжки, да, прям в тему. И было бы мне очень приятно. Кстати, мне сейчас очень приятно. Аромат не насаждает. Вот что я ищу в последнее время, чтобы аромат не сильно насаждал тебя. Чтобы он тебя не давил, а ты как бы в приподнятом состоянии неслась по этой жизни, куда-то парила, летела и так далее. И вот это вот сиреневое, это моё-моё. У меня столько в доме сиреневого. Вот даже не вру. Вот у меня просто на столе, допустим, что будет. Из серии сиреневого. Сиреневый лак. Ещё один сиреневый лак. Кстати, куда мой делся? И в Роше сиреневый лак. Надо его поискать. Сиреневый флайер. Сиреневая бумажка. Где... Это мы обычно с дочкой берём вот такие бумажки в строительном магазине. Каждый раз, когда мы туда заходим, а мы заходим это ровно каждый четверг по делу. То есть не по делу в строительной, а просто пробегаем мимо и говорим, какое у кого настроение. Выбираем такой цвет. Такая у нас икра. У меня в основном вот такое настроение. Любой психолог скажет, что это депрессия. Но нет. Я её разбавляю духами. Так, что я сегодня красила? Опять же всё сиреневое. Вот. Такую помаду от Ревлон. Вот так вот я её скрашиваю. Кто хочет узнать мой характер, вот, пожалуйста. Кто знает, напишите мне в комментариях. Как бы я ни... Какой бы формы ни была помада, в итоге она у меня всегда почему-то вот такая вот. Дальше. Тени. И тушь. Тушь, ну, вот эта вот. Volume Colorist от Rimelo. Ничего так особенного. И вот этот L'Oreal, который я хочу добить в этом сезоне, потому что я хочу добить одни тени и потом приступать к другим. Такой у меня характер. Потому что я не хочу много, но у меня сейчас очень всего много. Про эти тени я вам показала, вернее, записала обзор, а ещё не показала, как он в действии. Но потом покажу. И у меня ещё куча-куча всяких, всякой-всячины на следующий обзор. А на этом я заканчиваю свой репортаж. Скажу, что такой аромат абсолютно неплох. За 30 миллилитров не жалко отдать такие деньги и сбрызгать, придасть себе настроение и двинуться дальше. А вы мне скажите, есть ли у вас такой и какие у вас собственные впечатления об этом аромате. Всем всего хорошего. С вами была Silver Butterfly. Серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела. Субтитры сделал DimaTorzok